Воскресенье я рассказал о том, что прокуратура начала досудебные расследования в отношении главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова за разглашение данных досудебного расследования. За Лукпана заступились полтора десятка независимых СМИ. Предлагаю вашему вниманию полную версию интервью, которую дал мне по Зуму Лукпан Ахмедьяров. Сейчас начнем, а пока подписка, колокольчик, лайки и дизлайки, комменты и репосты, но сначала короткая, но вкусная реклама. У нас сегодня съемки по городу, и в перерыве мы с редактором канала Антоном Кузнецовым заскочили перекусить пиццерию «Наша пицца». Она расположена на углу Сейфулина и Казбек-Би. Честно сказать, я пиццу вообще-то не очень люблю. Ты, наверное, не ел настоящую. Однажды я был в Париже, был итальянский ресторанчик, и вот там она была очень вкусная, очень простая, но очень вкусная пицца. Здесь реально итальянская, больше того, неаполитанская. В том итальянском ресторанчике, где она была настоящая, там она готовилась к какой-то специальной печке. Наша пицца использует именно такую специальную. Это пицца-печь «Морелла Форни». В «Феррари» среди аналогичных печей. Для меня, как человека повернутого на экологию, важно еще и то, что она работает на экологически чистом топливе и электричестве. Секрет нашей пиццы заключается не только в пицце-печке, но и в том, что основные ингредиенты доставляются с Италии. Плюс они все халяль. Печка, ингредиенты, я все понимаю, но самое главное – это все-таки вкус. Ну да, очень похоже на то, что было в этом итальянском ресторанчике. Ну, мы только «Маргариту» заказали, здесь еще вон 5 финнах. Я бы пару пицц домой еще взял. Есть скидка? Специально для «Гиперборея» поди. Для всех зрителей канала «Гиперборея». До конца февраля наша пицца предоставляет скидку в 20% для зрителей канала «Гиперборея». Просто приходите, говорите промокод «Гиперборея» – это как пароль, и имейте скидку в 20%. Получается, что вот «Маргарита», которая тут записана в минимум 1500, 20%. Экономия 300 тенге. А меня можно зрителям считать? Ну, а кого еще? Ты каждый выпуск еще до эфира по три раза пересматриваешь. Ну да. Только имейте в виду, скидка не действует на доставку. Если идите здесь или забираете сами домой, промокод «Гиперборея» – скидка в 20%. Девушка, а можно я с собой возьму еще вот ветчина и грибы, тунец и каперсы? Там получается… А, и промокод «Гиперборея» – скидка минус 20, да? Это значит 64800. Ну что, погнали дальше? Да. Настоящая неаполитанская пицца в заведении «Наша пицца» на Козыбек Би Си Фулина. По промокоду «Гиперборея» скидка 20%. Привет, Лукпан. Здравствуйте, рад вас видеть. Я тоже. Лукпан, расскажите, что случилось? В общем, все началось 30 января, когда мы мне принесли первую повестку и сказали, что я привлекаюсь в качестве свидетеля с правом на защиту в рамках уголовного дела по 423 статье «Разглашение данных предварительного расследования». А потом мы уже поняли, что все эти бесконечные повестки, и того сейчас на данный момент существует 7 повесток, включая повестку на сегодняшнее число в рамках этого дела, что все эти повестки, они присылались с одной целью, это чтобы я не уехал в Атерау на запланированную нашу повестку. Мы просто давно с Раулем, коллегой моим, планировали. Мы хотели поехать в Атерау на освобождение Макса Бакаева и сделать оттуда небольшой документальный фильм «Освобождение», как мы его назвали. И вот все наши попытки уехать в Атерау, начиная с вечера 2 февраля, то есть 2 февраля я сходил на допрос, я предупредил следователя, что 3 февраля меня не будет, следователь сказал, все, окей, а когда вы будете? Я говорю, 5 февраля. Он мне выписал повестку на 5 февраля, и 2 февраля мы выдвинулись вечером из города. И каково же было наше удивление, когда у нас две дороги есть в Атерау, когда на обоих дорогах нас не пропустили. Ну, на одной дороге, самой главной трассе Уральска Атерау, там и вправду стоял блокпост полицейских, который не пропускал все машины, ссылаясь на туман. И вот когда мы поехали в объезд, это лишние 100 километров, то и там стояла полицейская машина, которая нас не пропустила. И, что самое удивительное, эта полицейская машина пропускала все остальные машины, которые проезжали по трассе, и вот именно нас не выпускала на трассу. И вы всех этих людей держали только лишь из-за того, чтобы меня не пустить в Атерау, правильно же, да? Все эти люди стоят, смотрите, при этом полном нормальном состоянии дороги. Все эти люди стояли здесь все это время, только лишь для того, чтобы вы мне вручили вот эту повестку. Я уже получил ее, спасибо. У меня есть повестка на 5 февраля. Да я не обязан расписываться. Это ваш внутренний документ, вот ко мне никакого отношения не имеет. Я теперь, мы должны вас разднастовить. Да я приеду сам, не проблема. Я такой непосредственный гражданин. Сейчас мы должны вас заставить. Хорошо, я сейчас поеду в город. Нет, с нами поедете. Все, я поехал. Давай. Скорее, а с чем было связано расследование? Расследование, оно связано с моей публикацией от 27 ноября, где я сделал публикацию о том, как сотрудник прокуратуры Западно-Казахстанской области, который работает в отделе по надзору за законностью распределения земельных участков, что его мама стала владельцей 4 земельных участков. И это выявилось в ходе внутренней проверки ЦОНа. Дело в том, что в ЦОН, когда обращаются люди и говорят, вот документы на земельный участок, которые мы просим предоставить нам в пользование, либо временная долгосрочная аренда, либо приватизация, ЦОН запрашивает среди прочих документов постановление Акимата города, которое разрешает. И вот мама прокурора, она предоставила весь пакет документов, в котором были 4 постановления Акимата города, якобы выданные еще в 2004 году для приватизации этих земельных участков. А в ходе проверки выясняется, что в архиве Акимата города существуют такие же 4 постановления, но там как раз-таки речь идет о том, что ей отказывают предоставление земельных участков. Вот это вот все я опубликовал, написал, съездил, посмотрел все 4 земельных участка. У них сейчас уже другие хозяева, потому что мама прокурора успела продать эти земельные участки. И вот эта публикация и стала основанием для уголовного дела. Подожди, но это же было журналистское расследование. Да, совершенно верно. Это что же, теперь каждому журналисту будут предъявлять за разглашение данных. Вы же сами нашли эти факты, правда? Вы опирались на факты. Совершенно верно. И это самый большой нонсенс. И с точки зрения здравого смысла, что меня пытаются привлечь к уголовной ответственности за мою профессиональную деятельность. И я вот когда у следователя был, на допросе, я там попросил, чтобы он протокол внес, и это часть моих объяснений есть, где я настаиваю на том, чтобы полиция на основании моего допроса возбудила уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Есть такая статья «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста». И это было очень симптоматично и показательно, когда следователь, прочитав мои показания, вот записав, и после того, как он закончил допрос, он сказал, «Лукпан Силович, ну вы же понимаете, что это нерабочая статья». Я просто знаю о существовании этой статьи, но я ни разу не слышал, чтобы она применялась когда-либо. И вот следователь мне тоже говорит, «Лукпан Силович, это нерабочая статья». И я когда у него спрашиваю, ну я делаю вид дурака, и говорю, в смысле, в каком плане нерабочая статья? Он говорит, «Ну, Пан Силович, вот есть у нас нерабочая статья, вот жестокое обращение с животными, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Это вот нерабочая статья». Я говорю, ну это вообще, говорю, молодец, то, что взял в одну линию, поставил жестокое обращение с животными, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Генеральный прокурор Карат Кожамжаров 7 ноября 2018 года сказал о причастности Анатолия Шкарупы, вице-министра энергетики тогда, к хищению в городе Сарань. Это было разглашение данных до судебного расследования, он объявил его виновным, после этого дело пошло с обвинительным уклоном и человек просидел полтора года в суде и вот недавно был оправдан. То есть это что статья не только спящая, еще и избирательная получается. Да, она получается избирательного характера, такая статья. То есть власть ее применяет, когда им удобно. Причем, Вадим Николаевич, я с вами целиком полностью согласен в том плане, что прокуроры ее же первыми и нарушают, когда разглашают какие-то сведения в интересах следствия, которые должны быть, скажем так, не для разглашения, но они ее разглашают именно для того, чтобы придать такой обвинительный контекст всей этой информации по отношению к тому человеку, который им не угоден. Скажите, пожалуйста, вы связываете вот начало судебного расследования именно с вашим намерением поехать встречать Макса Букаева, либо здесь нечто другое? Вадим Николаевич, я боюсь оказаться прав, но как мне кажется, что здесь и то, и другое. Ну, во-первых, само уголовное дело, которое было возбуждено по 423 статье, и то, что мне вот сейчас вот как свидетелям с правом на защиту, что почти что без пяти минут подозреваемый, то, что мне инкриминирует, оно с точки зрения закона, права, оно выеденного яйца не стоит и перспектив никаких не имеет. Но видя с какой нахрапистью, настойчивостью, вот все, высылаются мне эти повестки, я каждый раз хожу к следователю, он проводит допросы и так далее, я вижу, что у них есть четкое такое желание все-таки довести это дело до какого-то логического конца. И я предполагаю, что это, плюс к этому прибавилось еще то, что Макс Бакаев выходит из тюрьмы, и нужно было как-то пресечь появление там журналистов, это вот один из признаков. А вторая причина, это все-таки то, что это часть всего того правового беспредела, свидетелями которого мы являемся по отношению к частной независимой прессе, независимой от государства я имею, да, прежде всего. За последние 15 лет мы все стали свидетелями откровенного покушения со стороны госорганов на такие средства массовой информации, вот на такие редакции, которые откровенно независимые от государства, не берут денег у государства, финансируют сами, сами находят себе источники денег. Но самое главное, то, что нас всех объединяет, эти редакции, то, что мы не берем государственные гранты, мы не сидим на бюджетной глее у государства. И я вижу, что государство целенаправленно вот это медиаполе выжигает, проводит такую прополку. И то, что сейчас происходит, ну, я вижу вот то же самое, медианет подверстия на таком покушении со стороны государства. Это то, что в свое время сделали с Ротелем, пытались сделать, и с большим трудом удалось отбиться, да, от покушения со стороны государства. То есть я считаю, что это откровенно такое вот покушение, причем оно незаконное, Вадим Николаевич. Ну, Кал, я знаю, что за вас заступились многие редакции, вы не один, и канал Гиберборей тоже с вами. Спасибо большое, Вадим Николаевич. Мы с другими, мы победим. Да, мы обязательно победим, и я все-таки надеюсь, что здравый смысл в этой стране все-таки когда-нибудь одержит победу. Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, Вадим Николаевич, это откровенное, не только попрание законности, это откровенное, это насмешка над здравым смыслом. Это какой-то колоссальный театр абсурда в масштабах всей страны. Будем надеяться, что в борьбе со здравым смыслом победа не останется за ними. Да. Спасибо большое, Вадим Николаевич. До свидания. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и дизлайки, пишите комменты, делайте репосты. А алматинские зрители, не забудьте сходить в нашу пиццу и получить скидку в 20% на любую пиццу по промокоду Гиберборей. А я с вами на это прощаюсь. Салбон издар. Меня зовут Путбан Ахмедьяров, я главный редактор газеты «Уральская неделя». И сегодня я решил провести вот такую акцию протеста. У меня в руках плакат с вопросом «Полиция или Дестапо?». Почему? Этот вопрос далеко не случайен. Потому что сегодня мы столкнулись с явлением, когда полиция не давала нам проехать в город Атрау на освобождение Макса Бакаева, и где мы хотели сделать наш профессиональный журналистский контент. И полиция занималась несвойственной для себя функцией, которой законом ей запрещена эта функция. Полиция занималась политическим сыском.